всем привет продолжаем продолжаем играть fallout ну и рассуждать на компьютерной тематике но рассуждать до рассуждений каких-то еще не скоро так как я продолжаю знакомить вас с книгой стива макконнела совершенный код кто еще не купил покупайте и не слушайте ну конечно было бы неплохо если вы слушали но но я не все равно не все смогу передать то что в книге иметь ее под рукой хорошо ну я думаю на фоне можно слушать то что я тут то то что я там зачитываю иногда добавляю свои комментарии прошлый раз мы закончили fallout 1 сегодня начнем fallout 2 но я думаю в это в этой серии в этом сегодняшнем видео немного наверное поговорим об игре а может быть знаете и начнем дальше по книге идти по книге совершенный код но в первую очередь нам надо создать создать персонажа и я сразу же назовем его cpp просто так готов готова возраст давайте 18 мне уже ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля есть сильным я решил знаете чё в этой игре больше удариться ну там ловкость качну где тут ловкость вот ловкость до 8 еще еще я хотел хотел вот вот это привлекательность еще качнуть ну чтобы знаете иметь ну чуть-чуть другую другое развитие потому что я раньше как играл я обычно силу прокачивал там тяжелое уру оружие там или энерго не помню и а в этот раз то есть смотрите чё у нас это ловкость до привлекательность сочетание внешних данных и обаяния высокий показатель привлекательности важен для персонажей которые хотят влиять на других при помощи слов вот ну и соответственно у барых можно подешевле там что-то покупать о кстати смотрите тут можно что-то еще уменьшить ё-моё чё бы мне уменьшить силу то не вынос восприятие для снайперов влияет на реакцию и штрафы за расстояние в дальнем бою а если уменьшу таня наверное с этим экспериментировать не буду так дальше смотрите здесь я давайте чё плена тут чё тут одаренный тяжелая рука а что такое точность а ну-ка а шанс на крит удар сейчас 5 процентов при точности 15 давайте попробуем миниатюрный о смотрите ловкость увеличивается на один да круто пусть будет ловкость и и и и и а тут еще один можно выбрать они все нормально так а тут знаете чё я хотел хотел вот красноречие наверное вести диалог да скорее всего красноречие раз дальше дальше я здесь хотел без оружия она мне точно пригодится поначалу и и и и и может торговлю способность продавать пунктам давайте чем больше денег знаете тем лучше у в принципе все у меня умирает на такие знаки сохнут посевы это на этого на голову похож кто смотрел властелина колец там голый был в переводе гоблина под названием генератор денских куч купак я как бы этот генератор способен сша или сейчас Твоим заданием, если тебя признают достойным, чтобы это произошло, тебе придётся посетить Храм Испытаний. Если выживешь, возвращайся, и мы поговорим ещё. Наша жизнь в твоих руках избраны. Найди, Гек. Ладно, нам надо найти Гек. Но, насколько я помню, надо зайти в этот храм. В этом храме поубивать всяких, всяких там всяких. А, вон муравьи. Короче, чё такое Fallout 2? Ну, понятное дело, это продолжение Fallout 1. Ну, ну, ну. Так. Чё, давайте драться. На тебя рукой. О, нормалёк. Нормальды. Иди сюда. Прошло 80 долгих лет с тех пор, как ваш легендарный предок... Ну, это то, что написано на официальном сайте, да? Что такое Fallout 2. Так вот, прошло 80 долгих лет с тех пор, как ваш легендарный предок отправился в путешествие по пустошам. Вам, простому жителю дикарского племени, необходимо спасти свою деревню, принеся в неё чудо-прибор под названием Гек. Ну, это то, о чём только что-то старуха рассказывала. Пусть вам будут преграждать путь вам будут преграждать злобные мутанты, убийственная радиация и, самое страшное, чудовищные потоки лжи, обмана и предательства. Вы начинаете задумываться о том, стоит ли вообще спасать этот дивный новый мир. Ну, как вы поняли, вся вот эта игра, вот эти все события разворачиваются спустя 80 лет. В первом Fallout мы, вот тот выходец из убежища, который уничтожил эту армию. Ну, мы там взорвали, да, мы создателя не уничтожили, но мы взорвали, ну, в чём компьютеры, да, там какую-то лабораторию, короче, взорвали. Взорвали, этим, типа, остановили распространение армии мутантов. Ну, и всё хорошо, вот. Чё такое, не достаю. На тебе. Как так промазал? У меня шло в кости нормально. Ребята, вы чё? Отравление офигеть. Сдохни. Это Рад Скорпион. Кстати, в первом Fallout они вроде бы поболее были. Вроде бы. Может, это детёныши? А, нет, это Скорпион-мутант. Так, и это получается у нас, вот это 80 лет спустя, это получается 2241 год. Ну, типа, после действий Fallout 1. И получается вот это, вот я сейчас, я получается из деревни Орройо, которая была основана вот тем выходцем в первом Fallout, за которого мы играли, который уничтожил эту армию мутантов. Так вот, он основал деревню Оройо, и, 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 ну, основал, да и основал, и красавчик. Надеюсь, он жил долго и счастливо. То есть, а само Оройо, это поселение в горах на западном побережье Соединённых Штатов Америки. То есть, после того, как его изгнали из убежища 13, он основал эту деревню. И вот это Оройо, это типа, 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 на испанском. Короче, оно означает, дословно означает сухой ручей. Чё, его, кстати, изгнали, кто, даже не знаю, наверное, было за что. Кстати, я по три раза могу бить. А чё я туплю? У меня ж ловкости дофига. Вот, раз, два. Ну, это да, это я сейчас потратил на... На то, чтобы сделать ход. А также, в целом, я... Кости какие-то, копья. Ну, копья я не буду брать, потому что у меня прокачано... Ну, лёгкое оружие я не прокачивал, я прокачивал без оружия. Поэтому... Да и не буду я в этот раз прокачивать вот это без оружия. Ой, точнее, лёгкое. Или буду, блин, не знаю. Так, дверь закрыта. Где тут взлом? Так, давайте я сохранюсь. Вот. И пойдём дальше. И так, получается... Две тысячи... О, ловушки. Я замечаю ловушки. Это, по-моему, у меня как раз прокачано вот это... Ловкость, то ли восприятие. Да. Вон, плиты. Вот, видите, плиты. И тут ещё пишут, вы заметили. Типа, если я на них буду наступать... Ну, да, я помню, там, если бежать в тупую по прямой, то там... Из вот этих боковых отверстий будут вылетать какие-то стрелы, дротики. Так вот, я когда... Ну, я когда этот предок, да, из первого фоллаута, он когда победил армию создателей, там, уничтожил и вернулся в убежище номер 13, то смотритель его выгнал почему-то. Ну, так вот получилось. Ну, я думаю, можно поискать в Библии фоллаута. Может, в Библии написано, почему так произошло. Но, что произошло, то произошло. Соответственно, он основал это поселение. Ну, как бы, когда его выгнали, ему... О, сейчас я соберу эти... Части скорпионов. Потом кому-то в паре. Как сувернирчик, типа, да, там, магнитик. Так, туристам каким-то в паре. Так вот, этот... Этот выходец... Ему ничего не оставалось делать, кроме как отправиться в скитание по пустыне. Так, и, впрочем, он никогда не отдалялся от гор, ограждающих от внешнего мира его родное убежище. Часть обитателей которого, узнав о том, что произошло, что с ним произошло, решила покинуть свой дом и присоединиться к нему. То есть, я отправился не сам, ну, тот выходец. Он отправился не сам, с ним... К нему примкнули часть жителей убежища. Спустя некоторое время, выходец из убежища наткнулся на эту группу. То есть, люди там вышли и пошли, хотели привыкнуть к нему. Эти люди мало что знали о мире за пределами убежища. И, несомненно, погибли бы, если бы не его помощь. Именно тогда, выходец снял свой костюм и никогда больше его не надевал. Он и его новые спутники вместе направились на север. Ого! Это ж надо, муравей сбил с ног. Это что-то новенькое. Да, но, кстати, у меня и жизнь не падает. Ну, да ладно. Он отправился на север. К величайшим канденам на юго-западе Орегона. Где и начали они постройку своего нового дома. Деревни Орройо. Так, а что это, вискарик? А, блин, это противоядие. Бегом, бегом, бегом. Во! Во! Постепенно, выходец учил людей выживать. Со временем их компания превратилась в племя. А выходец полюбил одну из своих спутниц Пэт и завел семью, как и все остальные соплеменники. Ну, и в результате, я думаю, как вы поняли, появился вот этот товарищ, который является потомком. Кстати, вот тут у меня этот горшочек какой-то. О, взрывчатка. Ну, да, потому что тут же вон стена, которую надо взорвать. Итак, выходец из убежища научил их, ну, тем примкнувшим, навыкам выживания. Выходец и Пэт стали управлять деревней. С их помощью племя росло и становилось сильнее. Первое время они продолжали посылать разведчиков в убежище, надеясь на то, что смогут помочь кому-либо из единомышленников, оставшихся там. Но вскоре эти попытки были прекращены. И в 2188 году у них родилась дочь. 16 января 2208 года, несколько лет спустя, после смерти Пэт, выходец по просьбе остальных влиятельных членов племени записал для потомков свои мемуары. Вскоре после этого он оставил свой костюм на кровати и исчез из Оройя. После месяца скорби о жителе убежища, жизнь в Оройя возвратилась на круги своя. Дочь выходца из убежища стала старейшей племени. Ну, типа, главная или как-то. То есть, вот, это его дочь, типа, главная. В этом селе. Ну, дочь вот этого нашего. И персонажа, за которого мы играли в первой части. Блин, что я натупил, конечно. 23 марта 2021 года. А где ты? Далеко. В 2021 году у старейшей родился ребенок, которого позже прозвали избранным. То есть, вот, вот это вот как раз вот этот избранный. В 2241 году началась жесточайшая засуха, нанесшая большой урон посевам и стадам Браменов Оройя. Такого не было уже многие годы. Старейшая увидела рекламу ГЭК. Ну, вот этот ГЭК, который, типа, поможет, да, там, с урожайностью. Так вот, старейшая увидела эту рекламу ГЭК на голодисках своего отца. И решила, что это единственная надежда деревни на выживание. Решение было принято незамедлительно. Она послала своего сына на его поиски. И 27 июля избранный ушел из своей деревни с целью найти ГЭК. Ну, он на самом деле еще не ушел. Вот мы сейчас только зайдем в эту деревню. То есть, это просто начало игры. Особо не вкуриваю, что именно такое начало. Моголи бы сразу там, ну, начать непосредственно уже с деревни этой. Ну, может быть, такая задумка. Это надо почитать. Так, что тут конец хода? Сдохни, на тебе. Я сын этого избранного. Посторонитесь. Жалкие муравьи. На тебе. Блин, вот это я тупанул. Ладно. Пойдет и так. Так, сейчас, что мы тут еще возьмем? Ничего там нету. Значить надо бы 28 жизней. Маловато. Так. Что-то какие-то тормоза начались. Быть такого не может. Так, давайте-ка я сохранюсь. Вот. С этим, по-моему, надо драться. По-моему. Ну, эту деревню, кстати, Аройя захватил Анклав. То есть, во время отсутствия избранного 20 июля 2242 года Аройя была атакована солдатами Анклава. Так, этот хочет в рукопашном бою. Ну да, у него наверное полная жизнь, а у меня-то не полная. О, нормально проредил ему. Красавчик. Ну а тебе. Че, не ожидал? Да на тебе по роже. На тебе. Ляпас. Все. Ставь. Дос видос. Больше не подходи. Так, че-то тут ничего нету. Анклав напал на эту деревню и захватил ее. Че такое Анклав? Как-нибудь, я думаю, потом поговорим. Так, и вот я типа пришел в эту деревню. А это типа одежка типа получается кого? Деда, да? Потому что у этого есть дед. Ну вот этот избранный. Так, рад снова тебя видеть, избранный. Чем я могу тебе помочь? Привет. Кэмерон, готов к новому бою? Нет, спасибо. Я еще не... Ну так, конечно. Тренироваться надо. Это че у нас? Это, насколько я помню, всякие растения, которые надо убить. Ну, помочь. Хотя их тут... Ну, на самом деле, в деревне ну, не один же человек все-таки могли бы эти растения сами бы как-то хоть издалека камнями закидать, не знаю. Так, у меня новый уровень я взял. И теперь мне надо что-то прокачать. Торговлю, наверное. Вот так вот. Красноречие. Блин, че будет прокачать? Скрытность, может? Нет. Холодное оружие. Та, не, не буду его. Это копия дубинки, ну их нафиг. Лучше сразу легкое оружие. Потому что где-то пистолет я подмучу все-таки. Может, у кого-то подрежут. Ну, на рынке там, знаете, будут тусоваться. Такое. Хоп-хоп. И у кого-то такой ножичком чик и подрезал. Красноречие. Без оружия так нормально? А, натуралист. Знание. Практически о природе способность прокормить себя в пустыне. Интересно, как. Доктор. Без ААА. А первая помощь... О, первая помощь это типа использование... Блин, не знаю. Да сразу легкое оружие, вот. Потому что воевать все равно тут надо будет. Итак. Ну, анклав это такая военная... Сейчас. Это военно-политическая организация в мире Фоллаут. Представляющая собой остатки довоенного правительства США. И вот здесь, насколько я помню, мне этот анклав тоже нужно будет уничтожить. Но сейчас я в этой деревне Оройня. И... и мне нужно... И мне нужно... Я пока тут сейчас пошарюсь. Нужно повыполнять какие-то квесты. Блин, чувак, у тебя что-то с сортом. Это и с головой что-то. Так. Че он тут? Я хочу... Угу. Я хочу, я ухожу в мой священный поиск. Земля поет гимн защит. Мой огород весь дорожный нарушенком. Годы источили мои кости. Я теперь слишком... Блин, смотрите, сколько вариантов диалогов. Я так понимаю, это я прокачал этот красноречие и тут столько вариантов диалогов. Че, че, можно офигеть. Говоря по-человечески, тебе надо огород прополоть. Если так, то ладно, сделано. В переводе на человеческий ты хочешь, чтобы я зашел опять, когда все... Так бы прямо и сказал, что тебе мешает. Хе-хе. Ладно, попробуем у него на полочке поискать. Че-то, ничего у него нету. Че, попробуем напрямую отправиться и завалить? Ммм. Ну, давайте попробуем. Блин, давайте я сохранюсь. Я, кстати, не уверен, получится ли у меня их убить. Я-то без оружия. А ну-ка, это надо... А у них, по-моему, дальний бой. Они, по-моему, издалека могут. Давай, давай, по щам тебе, на. Ну, как же промахнулся? у меня нормально ловкость прокачана. На тебе. Ну, видите, у меня ловкость прокачана. Я три раза могу ударить. Но что-то это особо не помогает. О, есть одна. Теперь со второй надо разобраться. давай, давай, давай. Тяжело раненым. Это я тоже, в принципе, то не огурчик уже. Ёлки-палки. две жизни осталось. Ну, если сейчас не завалю, то... то меня тут сейчас и похоронят. А не. Фух. Фух. Думал, все. Кранты. реально, две... два очка жизни осталось. Спасибо. Да. Так, ладно, надо тут пошариться. Это получается, что, я квест выполнил этот и еще, еще надо подбегать. Тут, тут несколько квестов, насколько я помню, поэтому я сейчас... Так, кто это? Великой миссии. Остаться в живых, да. Конечно, готов. Я же прошел, конечно, хватит. Я жить хочу. Я же прошел, конечно, хватит. не могу тебе помочь. О-о-о. А в чем мы... слушай внимательно. Найди священное убежище 13, и я почти ничем не могу тебе помочь. Конечно, ничем. Удобно так, ничем не могу помочь. Типа, иди направить куда-то. Да, извини, слышь, чувак, я не могу помочь. Ладно, это понятно. Надо гэк этот найти. Так, это этим я помог растение. так, че еще тут? Че бы еще? Где-то бы еще сейчас квест взять. И, и, и отправиться уже в пустошь. О, так тут деревня, деревня, деревня разделена. Это кто? Давай, показывай свои приемчики. Опа! Ух ты! Я получил восприятие? Это че он мне прокачал? Ой, ну, слез. Не, че-то, че-то не, не понял. А ну-ка. Эээ, ладно. Не, о, цветок брока. Это, по-моему, этому наркоману надо было. Этот цветок, и он из него вроде как не сможет целебный порошок сделать. Ну, добро, добро. Так, смотрите, тут он, трупы какие-то. Могли бы почистить, кстати. Давайте откроем дверьки, пусть выходят. Блин, закрыто. Ну, ладно. Хотел коровок освободить. Так. Чем тебе помочь? Дымок убежал туда, куда взрослые ходят охотиться. Э, у, э, окей. Дымок, я так понимаю, это собака. Привет. Бартер. Ну, да ладно, в принципе, можно уже. Так, короче, это Аройя. Это Аройя. Все, больше я ничего говорить не буду. Я тут пока побегаю. Ну, и продолжим дальше. Дальше, дальше зачитывать, да, я буду книгу. То есть, я, наверное, буду делать так. Когда я появлюсь где-то в каком-то новом селении, то я вам о нем буду рассказывать. Вот так вот. И дальше, после того, как я вам расскажу, там, мне надо будет какое-то время побегать там, поискать, пошариться по всем горшочкам, за куточкам. И пока я это буду делать, шариться, я вам буду продолжать знакомить с книгой. Добро. Договорились. Ну, про Аройя я, по-моему, сказал, так, про Аройя. Да, Аройя потом захватят. Захватят, захватят, это Аройя, этот Анклав. Ну, и потом, после уничтожения Анклава, то есть, Анклавя захватит это село, они увезут, захватят, но в плен жители, и увезут к себе на нефтяную вышку. Те, которые, конечно же, окажут сопротивление, те были убиты, ну, или будут убиты. Эй, выпусти меня. По-моему, вот так вот, да. Это я левой кнопкой зажимаю, держу, появляется такое меню, и вот. Кто оказал сопротивление, те будут убиты. Ну, и когда там избранный вернется сюда, он увидит там это пепелище. А эти соплеменники, эти соплеменники этого выходца, они нужны для экспериментов. То есть, им как раз нужны там какие-то две тестовых группы. То есть, одна будет из чистокровных состоять, вторая из мутантов, и они там будут эксперименты делать. Ну, и короче, когда избранный, по идее, там всех уничтожил этот анклав, там освободил жителей, после уничтожения анклава, беженцы из Оройя и убежища 13 построили новое поселение. Использовал найденным, то есть, все-таки, о, 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 что это? Лопата хорош. Что я говорил там? А, да, эти построят новое поселение используя вот этот гэг, ну, который я говорил. То есть, этот гэг, это у нас генератор эдемских кущ компактный, вот так вот и называется. То есть, это стандартное оборудование для всех убежищ Волтек. Ну, типа, просто добавь воды и перемешай. Ну, такой девиз у этого гэг. Ну, в рекламке. Ну, короче, они построят новое убежище, новое поселение, точнее, которое там назовут Нью-Аройе. И, после этого, избранный, вот этот вот избранный станет старейшиной. Ну, короче, он там будет руководить и все такое. Ну, да ладно, все остальное можете почитать вики, да? Можете, если у вас два мониторчика, на одном мониторчике играть, а на втором мониторчике открыть эту вики и вот так вот играя куда-нибудь, заходя читать. Ладно, где-то собака лает, по-моему, это вот та, которая нужна. И так, короче, продолжаем. Все, я про Оройе завязываю и начинаю дальше читать книгу. Ну, а дальше у нас по теме это классы. И дальше мы познакомимся с тем основой классов, что это такое, да, абстрактные типы данных, далее качественные интерфейсы класса, вопросы проектирования, разумные причины создания класса, аспекты специфические для языков и пакеты классов. Пакеты классов. Ну, я как получится, так и буду эту информацию давать, потому что я всю книгу не в состоянии вам вот так в таком виде подать и не из-за того, что не хватит времени или она очень большая, а из-за того, что ну, там есть примеры кусков кода, к примеру, я же не буду вот здесь их так зачитывать, потому что это уже глупо, это уже глупо. Не, подожди, ты же мне сказал, что ты можешь... А, вот, ты бы мог приготовить мне... Да останется этот порошок. Че, один только. Ладно, так, идем. На заре компьютерной эпохи программисты думали о программировании в терминах операторов. В 1970-е, 80-е о программах стали думать в терминах методов. В 21-м веке мы рассматриваем программирование в терминах классов. Класс это набор данных и методов, имеющих общую, целостную, хорошо определенную сферу ответственности. Сферу ответственности. Данные это необязательный компонент класса. Класс может включать только методы, предоставляющие целостный набор услуг. Одним из главных условий эффективного программирования является максимализация части программы, которую можно игнорировать при работе над конкретными фрагментами кода. Классы это главное средство достижения этой цели. по-моему где-то тут собачка. А, вот, вот она, да. Блин, а мне надо как-то пройти. Скрытность у меня скрытность он бегать не может, но мне просто с ними драться не особо хочется. если вы только знакомитесь с концепциями объектно-ориентированного программирования, дальнейшая тема может вам показаться сложной. Эй! давай-давай-давай иди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди слепые а как их зовут кстати я забыл гекко-гекко опа наяд наступил ну что ж но если вы не только начали то давайте приступим и начнем мы с основ классов так сейчас подождите эй! Бобик Бобик мудила блин стой как с ним поговорить а он все уже за мной идет да хорошо блин ну мне кажется тут еще что-то можно было найти мне так кажется эй! стой стой на крайне в принципе я мог бы и убежать у меня очков действия хватает что это такое это дерево а это там что-то типа запрятано ладно было бы пару уровней побольше я бы пришел их и поубивал так давайте я скрытность отключу это на горячих клавишах кстати можно включать 1 2 1 это скрытность итак основы класса абстрактные типы данных абстрактный тип данных это набор включающий данные и выполняемые над ними операции операции описывают данные как данные для остальной части программы и позволяют их изменять слово данные используется в выражении абстрактный тип данных довольно условно абстрактный тип данных может быть графическое окно со всеми влияющими на него операциями файл с файловыми операциями а таблица страховых тарифов с соответствующими операциями ну и и другие и другие сохраняем понимание концепции абстрактных тип данных абстрактных типов данных необходимо для понимания объектно-ориентированного программирования не имея ясного представления об абстрактном типе данных программисты создают классы которые только называются классами будучи на самом деле лишь удобными контейнерами содержащими набор плохо согласующихся друг с другом данных и методов понимание абстрактных типов данных облегчает создание классов и их изменения с течением времени так я то говорил на севере этот на севере наверное геков этих надо поубивать и там этот целебный порошок в книгах по программированию обсуждение абстрактных типов данных традиционно носит математический характер довольно часто можно встретить высказывания вроде абстрактный тип данных можно понимать как математическую модель с определенными для нее набором операции и создается впечатление что абстрактный тип данных подойдет разве что в качестве снотворного такие сухие объяснения абстрактных типов данных никуда не годятся абстрактный тип данных данные абстрактные типы данных удивительны тем что позволяют работать с сущностями реального мира а не с низко уровневыми сущностями реализации благодаря этому вместо вставки узла в связанный список можно добавить ячейку в электронную таблицу новый тип окна в список типов окон или очередной пассажирский автомобиль в программу моделирующую поток движения возможность работать в проблемной области а не в низко уровневой области реализации программы очень удобно используйте ее ну то есть возможность работать в проблемной области не задумываясь о низко уровневой области так что ты будешь торговать нет что-то у них ничего нету ладно так вот еще штрих какой-то стоит отправляешься пока нет я хочу я знаю не беспокойся можно тебя спросить а че он такой дерзкий так 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 ну ладно походу будем идти ну давайте я тут еще еще чуть-чуть пробегусь а потом пойдем лопату что же надо что-то что-то по идее тоже можно выкопать по идее так сейчас подождите так ладно пример необходимости абстрактных типов данных ну для начала приведем пример ситуации в которой применение абстрактного типа данных было бы полезным после этого можно углубиться в подробности допустим вы пишите программу управляющую выводом текста на экран с использованием разнообразных о колодец уже давно не рвали его надо починить сейчас попробуем с так ремонт это 1 2 3 4 5 6 7 8 это циферка 8 так вот вы пишите эту программу с использованием разнообразных о починил разнообразных гарнитур шрифтов их размеров и атрибутов ну например полужирный и курсив за работу со шрифтами отвечает конкретная часть программы при использовании абстрактного типа данных данные названия гарнитур размеры и атрибуты шрифтов будут объединены в одну группу с обрабатывающими их методами набор данных и методов служащих одной цели это и есть абстрактный тип данных без абстрактных типов данных вам пришлось бы принять специализированный подход к работе со шрифтами скажем для выбора шрифта размером 12 пунктов которые могли бы соответствовать 16 пикселей вы бы могли написать что-то вроде ну там current font точка size равно 16 size это член класса создав набор библиотечных методов так набор библиотечных методов можно было бы сделать чуть понятнее и использовать функцию ну к примеру тот же и изменить член класса то есть до этого был член класса к примеру size но он который но он особо ни о чем не говорил size это в пикселях или в пунктах или еще в чем-нибудь но создав набор библиотечных методов можно было бы чуть-чуть переписать ну пока еще не чуть-чуть переписать а добавить к примеру такую функцию points to pixel по названию функции этой уже в принципе понятно что это мы передаем туда пункты которые там переводятся в пиксели далее кроме того мы могли бы далее поработать над нашим классом и вместо вот того поля size изменить его на size in pixels то есть уже было бы понятно что вот этот член класса содержит размер шрифта но уже в пикселях а не в пунктах однако при этом вы не смогли бы включить в программу сразу два поля определяющие размер шрифта к примеру size in pixels и size in points потому что тогда структура current font не смогла бы узнать какое из них использовать то есть у вас по факту было бы два дублирующих два члена класса они по-разному назывались бы как бы по-разному что-то хранили бы но в программе было бы сложно понять что конкретно сейчас используется используется ну либо же в этом случае что-то можно в таких случаях сделать когда мы вызываем функцию ну к примеру points to pixels то мы сразу заполняем два значения то есть для пикселей выставляем то значение которое передали а для пунктов ну делаем конвертацию конвертацию но это тоже такое ну и к примеру к примеру к примеру изменяя размер шрифтов в нескольких местах вы могли бы распространить по коду что-то вроде ну что можно было бы менять к примеру можно было бы менять такое понятие как жирность жирный шрифт или нежирный это все мы могли бы или вы могли бы хранить в переменной такой как атрибут а в этой атрибут хранились бы вот как раз такие вот характеристики шрифтов жирный наклонный подчеркнутый но который вот эти характеристики они похожи да для в принципе всех шрифтов так тут как мы видим очень много локаций поэтому ну фоллаут 2 конечно же гораздо поболее игра тут побольше и квестов и всего остального так вот по поводу атрибуты до были бы у вас атрибуты вы с помощью битовой логики с помощью операции или по битовой устанавливали атрибуты и там первый бит бы отвечал жирный нежирный второй бит отвечал бы наклонный шрифт ненаклонный ну и так далее то есть это было бы не очень удобно и в коде было бы много таких вот таких вот кусков кода вместо этого конечно же лучше было бы применить к примеру просто создать переменную которую вы просто отвечала бы за сохранение информации шрифт жирный или нежирный создать такую переменную назвать и болт и булевская и true или false жирный или нежирный но все равно как и в случае с размером шрифта проблема здесь в том что клиентский код должен контролировать элементы данных непосредственно а это ограничивает число возможных способов применения структуры current font соответственно очень много фрагментов одинаковых фрагментов кода во многих частях программы в которых мы контролируем размер шрифта жирный и жирный и т.д. и т.п. что не совсем хорошо то есть когда вы что-то подобное у вас программе то уже следует подумать над абстрактными типами данных ну и сейчас мы поговорим о о преимуществах использования абстрактного типа данных так сейчас раз два три четыре тут смотрите моя внимательность моя прокачана внимательность позволило заметить ловушку дверном косяке значит раз два три четыре нажмем 4 ловушки я не могу обезвредить ловушку а вы искусный во красавчик надо было назвать неси пипи просто а красавчик вот так да но у меня умение слабенькая по поводу взлома соответственно соответственно я наверно сейчас не буду пытаться потому что я могу доиграться до того чтоб замок заезд и все так ну да ладно мы пришли в новое поселение давайте я вам о нем расскажу что это за поселение и на сегодня все а в следующем видео продолжим эту тему который мы обсуждали и это будет преимущество использования абстрактных типов данных то есть рассмотрим это ну и ну и ну и ну и это у нас так хочу это у нас за за поселение карта карта кламат или кламат ты окладно чуть за поселением ван секунд плюс и так кламат или кламат это тихое захолустное поселение граница цивилизации конечная остановка для немногих торговых караванов где одичавшие люди из племен могут по сходной цене обменять свою добычу на предметы первой необходимости и информации ближайшее население это пункты аройи и на западе и дыра на юго-востоке город разделен на две части на деловой центр вместо торговли и удовольствий и городок трапперов основанный на руинах заброшенного супермаркета так кто такие траппера спросите вы это это трапперы это так сейчас я вам скажу ну это такая организация типа как хан это были и такая организация к ней мы еще доберемся так вот город разделен на две части да и вот этот супермаркет в котором она на руинах супермаркета которым обосновались и трапперы до городок трапперов то есть этот супермаркет к 2241 году оккупировали несметные пол чища крыс во главе с крыса бога обитающим в красивых пещерах вот так вот то есть там крысы заняли это все это все так так основное занять занятие населения ну то есть вот этого городка кламат или поселения это охота на гек канал вы помните я там собаку спасал там был гека гека книжка книжку 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 кошачья лапка какой-то журнал на фигу мне так вот основное занятие это охота на вот этих гек канал и выделка обычных и ценных золотых шкур то есть из гек канал о точно я вспомнил гекки вот эти бывают обычно или и какие то еще другие но вроде да как золотые но те золотые такие мощные сложнее убить они такие по прокачиванию в округе аномально большое количество золотых гекканов вода и это породило предположение что окрас гекканов это результат мутации в каком-то определенном месте и один такой житель траппер к смайли обнаружил одно из таких мест ядовитые пещеры и едва не поплатился за это жизнью то есть житель один тут обнаружил место где типа шарятся или обитают эти гекканы ну и входа у входа в кламат можно почитать местную доску объявлений давайте я вам сберу ко входу где у нас тут этот вход был вот тут по моему вот вот вход и вот местная доска объявлений то есть можно почитать чё куда как зачем кому чё надо там куплю продам продам холодильник продам так очень внизу тор так выпивка что-то старых вещах ну короче здесь можно почитать поэтому советую тех кто будет играть почитать потому что как вы видите я особо здесь не вчитываюсь и особо не вчитывая все больше чуть-чуть другим до занят а вы вам крайне рекомендую кстати смотрите в первом фоллауте по внутри было сейчас тут 5 до этих этих циферок то есть поболее так канат нет стопудово ой блин а чё делать между деньгами штамп прокачал умения блин мог бы от бутылку впарить за не знаю за тысячу в паре сейчас офигеть до раскатал я губу 43 ножек 143 эту одну продам там не ребятки это счет они такие цены лупят баррегете 50 блин все обратно что ли короче ладно давайте на сегодня все всем спасибо за внимание я сейчас от тут разберусь с этим всем сохранюсь и продолжим следующий раз сейчас я прикуплю 50 мне веревка точно нужно потому что насколько помню в колодец тут какой-то можно залезть в колодец а вот шкур о тут броня целебный порошок а мне только один а а почем порошочек 40 ну дайте тогда сколько три штуки возьмем да еще два и а чё 121 ты чё гонишь как так-то ох они на приколе ладно так ладно всем спасибо за внимание в следующий раз поговорим о преимуществах использования абстрактных типов данных ну и так далее всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем и все такое всем пока